МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока город спит. Оператор нашей телекомпании устроил настоящую погоню за нарушителями. Наболело. 22-летний березняковец после травмы, полученной по вине пьяного водителя, остался один на один со своими проблемами. Праздник людей особой породы. Березняки и Соликамск с размахом отметили День шахтера. Это новости на ТНТ. В студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Сумеречная зона по-березняковски. Сегодня утром природа преподнесла горожанам очередной климатический сюрприз. Почти до полудня улицы Березняков были скрыты стеной густого тумана. Природный каприз в виде плотной пелены накрыл город, когда многие березняковцы спешили на работу. Туман был настолько густым, что казалось, будто автомобили и пешеходы неожиданно появляются буквально из ниоткуда. К счастью, погодный катаклизм не стал причиной серьезных аварий. А возможно, он и образумил утренних лихачей. Устраивать гонки в условиях минимальной видимости себе дороже. Туманная напасть рассеялась только около 12 часов дня, когда солнце наконец-то выглянуло из-за облаков. Количество пьяных за рулем неуклонно растет. Это в очередной раз доказал рейд сотрудников ДПС, которые регулярно проводятся в выходные. На этот раз нашему оператору довелось участвовать в настоящей погоне. Подробности в следующем сюжете. Вечер обещал быть томным. Но 11 вечера. Патрулирование началось. И сразу внимание инспекторов привлекает старенькая девятка. Без номеров. Полицейские останавливают подозрительную машину. Чуть ее не подвело. У нарушителя не оказалось водительских прав. Плюс ко всему у него затонированы передние стекла. На водителе составляется куча административных протоколов. Описывается имущество, которое находится в машине. Для того, чтобы отправить ее на штрафстоянку. Если оставляешь, то оставляю на магнитоле. На магнитоле? Да, да, да. Я потому что записываю это. Так, как называется? Положи. Так. Машину забирает эвакуатор. И водитель авто, теперь уже пешеход, отправляется домой. В эту ночь на одного нарушителя стало меньше. Едем дальше. И вот снова машина без номерных знаков. Водитель не сговорчив. Требования полицейских остановиться игнорирует. Коммерку гоним синюю. Куда ты ее гонишь? У нее не околится. Пошла на трассу Кунгур-Соликамск. Погоня длится всего пару минут. Водитель не справляется с управлением и улетает в кювет. К моменту нашего прибытия в машине уже никого нет. Сбежавших удалось догнать нашему оператору, который преследовал ночных гонщиков буквально по пятам. На часах пол первого ночи только что завершилась погоня за автомобилем ВАЗ 2107. Две девушки пытались скрыться, но были задержаны. В салоне обнаружены спиртные напитки. Как пояснили задержанные девушки, они незадолго до происшествия встретились с молодыми людьми. Поехали кататься на их машине, распивая спиртное. Кстати, сбежавших джентльменов так найти и не удалось. После этого интервью одной из девушек стало плохо. В момент ДТП она сильно ударилась головой. Пришлось вызывать скорую помощь. Алихача ДПСовцы обещали найти и обязательно наказать. Всего же за выходные произошло 32 ДТП. Выписано больше сотни штрафов. 20 человек задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. И 11 человек без водительского удостоверения. Вместе с сотрудниками ДПС за порядком на ночных улицах следили Сергей Каленик, Сергей Александров. Новости на ТНТ. С глаз долой, с сердца вон. Год назад 22-летний Антон Заболоцких получил серьезные травмы по вине пьяного водителя. Хирургам с трудом удалось спасти молодому человеку ноги. Через 4 месяца Антона выписали из больницы. И с тех пор проблемы парня, ставшего инвалидом, мало кого интересуют. Обо всем, что наболело, Антон рассказал Дмитрию Сидельцеву. Настроение замечательно. У меня же сегодня день рождения. Мам, поздравляй меня. А что ты мне желаешь? Только здоровья. Будет здоровье, будет все. Ась, спасибо тебе. Люблю тебя. Спасибо тебе, мам, за все, родная моя. То, что Антон может передвигаться самостоятельно, настоящее чудо, говорит его мама Светлана Анатольевна. Ровно год назад случилось то, что превратило их жизнь в ад. Веселая вечеринка в кругу друзей закончилась для Антона на больничной койке в отделении реанимации. Его друг приревновал к нему свою невесту, остальное довершил алкоголь. И просто он сел за руль. И просто, может быть, он реально этого не хотел, да я даже уверен в этом, что он не хотел. Просто переклинило его вот как раз на почве ревности. То, что она на меня посматривает. Мне не за себя обидно, что он меня сбил. Мне обидно за то, что он сбил трех человек. Трех. Он и девушку свою сбил, и девушку другого парня. Светлана Анатольевна не перестает благодарить хирургов, которые в буквальном смысле слова собрали ноги Антона по кусочкам из сплошного кровавого месива. Четыре месяца мама провела у больничной койки сына. Но, как оказалось, это было не самое трудное время. После выписки из больницы доктора практически забыли о молодом человеке. Начиная с декабря прошлого года, лечащий врач интересовался его здоровьем только два раза. При этом состояние ноги, закованной в стальные спицы, не улучшается. Очень будет жалко и наших трудов, и не говоря уже трудов хирургов, чтобы ногу Антона не ампутировали. Это очень страшно. Чтобы ухаживать за сыном, Светлане Заболотских пришлось уйти с работы. Вот уже год, как финансовая проблема преследует эту семью. Но не ее Светлана Анатольевна считает главной. Непрекращающиеся мучения привели к появлению у ее сына психологических проблем. Это депрессия, нервные срывы, периодические отказы от лечения. Мама молодого инвалида уже не знает, как справляться с бедой в одиночку. Пыталась обратиться за помощью и советом к депутату своего округа. Но, как говорит сама, только зря потратила время. Я пришла, объяснила ситуацию, я не денег пришла просить. А вот случилась с нами такая беда. Подскажите, помогите. Я реально не знаю, куда мы можем обратиться. Может, у нас существует какая-то бесплатная юридическая помощь. Или где психологи находятся. Но что мне сказали? Спросили, сказали. А у вас есть интернет? Я говорю, да, есть. Все можно найти в интернете. Антон, бывший спортсмен, в течение пяти лет занимался боксом. Его рвение, вновь вернуться к активному образу жизни, зачастую наносит ему только вред. Но вряд ли можно осуждать молодого парня за желание чувствовать себя полноценным человеком. А вот оказать посильную поддержку может каждый. Сейчас вы видите на экране номер телефона мамы Антона. По нему могут позвонить все, кого не оставила равнодушным история семьи Заболоцких. Дмитрий Сидельцев, Сергей Александров. Новости на ТНТ. К другим темам. Долгожданный ремонт придомовой территории на юбилейной 141 почти завершен. У подрядчика до окончания проведения работ по контракту осталось буквально две недели. Но у жителей дома есть претензии и пожелания, о которых они рассказали нам еще на прошлой неделе. Но, как оказалось, в управляющей компании были не в курсе, что людей что-то не устраивает. Не развернуться машинам, ничего. Приедет сюда, скорая помощь. Человек, наверное, умрет, пока тут машина развернется. Тут только скорая, тут и пожарная. С той стороны квартира горела, а они приехали, не могли здесь проехать. Они там за домом проехали. В основном жильцы 141-го дома жалуются на узкую дорогу. Здесь даже негде развернуться транспорту. Также проблемными вопросами стали парковочные карманы для машин. Они почему-то у подрядчиков получились разных размеров. Но, как объяснил нам технический директор управляющей компании «Комфорт Околица», в силу имеющегося рельефа дороги парковочные карманы невозможно сделать больше. А вот заросшая лестница в центре двора, по обещанию коммунальщиков, в скором времени станет безопасной. Также жильцы этого двора ратуют о появлении первого подъезда лестницы. Зимой здесь вообще беда. Либо приходится обходить весь дом, либо просто катиться с горки. В управляющей компании говорят, если жильцы устроят общее собрание, и большинство будут за новую лестницу, ее строительство будет обсуждаться. Еще жильцов беспокоят, что укладка асфальта велась в дождливую погоду. Надолго ли такой асфальт? Пока что мы не приняли эту работу у подрядчика. Подрядчик обязан по правилам нам сдать анализы выполненного покрытия. То есть будут образцы буриться, сдаваться в лабораторию. Если будут замечания по прочности асфальтового покрытия, соответственно, он будет это все исправлять. Один из модных журналов с уверенностью заявляет, ювелирные украшения перестали играть второстепенную роль в создании образа и вышли на первый план. Сначала приобретается украшение, а затем уже под него подбирается все остальное для создания целостного образа. На поиски ювелирного рая для березняковских модниц отправилась наша съемочная группа. Ювелирный рай номера 62 полностью оправдывает свое название. В уютном салоне представлены самые разнообразные изделия, инкруссированные бриллиантами и другими драгоценными камнями. Самое главное – не растеряться в богатом выборе и найти то, что подчеркнет именно вашу индивидуальность. Основное правило гласит – украшение должно соответствовать общему стилю одежды. Подбирая изделия, учитывайте повод, куда вы наряжаетесь. Если вы собираетесь на небольшую вечеринку в неформальной обстановке, то здесь вполне будут уместны яркие и необычные украшения. А если впереди деловая встреча, то предпочтение лучше отдать классическим и небросским украшениям. И, наконец, если вы собираетесь на торжественный прием, то можете позволить себе самые шикарные ювелирные изделия. Правильно подобранные украшения помогут березняковским девушкам идти в ногу с самыми последними модными тенденциями. И не только. С помощью ювелирных украшений можно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Например, колье искусно подчеркнет красивую линию шеи. Украшения с жемчугом оттенят загорелую кожу своей обладательницы. Визуально удлинить короткую шею поможет подвеска на цепочке. В честь дня рождения магазина «Ювелирный рай» мы дарим подарки. А также предоставляется скидка на драгоценные камни до 30%. Ювелирный салон принимает старые изделия по самой высокой цене. Жители города могут сдать наскучившие украшения и приобрести изделия из новой коллекции. Салон гарантирует качество и сотрудничает только с проверенными российскими производителями из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Костромы. Широкий выбор украшений из драгоценных, полудрагоценных и искусственных камней угодит любому вкусу и финансовым возможностям. А сегодня побывали в ювелирном раю. Елена Суханова, Виталий Третьяков. Новости на ТНТ. Я знаю, дорогой, ты скажешь все цветами. Какой ты золотой, скажу подругам, маме. Тобою, как в раю, осыпан путь камерями. Любовь доказываешь ювелирными изделиями. Украшения покупай там, где ювелирный рай. Мира 62. Остановка Северный. Люди особой породы. В Березняках и Соликамске отметили День Шахтера. Праздник настоящих мужчин с характером твердым, как скала, был посвящен легендарным событиям и легендарным людям, которые их совершили. Ведь 80 лет назад благодаря шахтерам Уралкалия начала развиваться калийная промышленность. Честование лучших сотрудников Уралкалия прошло в пятницу во Дворце культуры Металлургов. Репортаж Евгении Кокшаровой. Праздник, который мы заслужили вместе с тобой. И День Шахтера мы будем разносить ко мной. Эти люди – настоящее достояние нашей страны. 80 лет назад за рождением калийной промышленности родилась профессия шахтера-калийщика. С тех пор многое изменилось. Но главное осталось непоколебимым – дружное шахтерское братство. Шахтеры – вот главная опора компании Уралкалий, уверен директор по производству Борис Серебренников. Сильный дух, высокий профессионализм, любовь к своей профессии, ответственность, чувство локтя. Наконец, азарт в работе. Вот портрет шахтера-калийщика. Это здорово компании иметь такие шахтерские коллективы. А вот один из главных героев этого праздника – Петр Михайленко. Машинист горно-выимочных работ рудника 4-го Березняковского рудоуправления. Получает самую почетную награду – знак «Шахтерская слава первой степени» и становится полным кавалером этого знака. На его счету 35 лет трудового стажа. На производстве он передовик. Ежемесячно бригада под руководством Петра Андреевича выполняет план на 100-110%. В шахте работа интересная. Постоянно меняется обстановка, постоянно надо думать, постоянно надо решать. Конечно, приятно, когда получаешь какую-то награду. Тем более, если вручает свое предприятие, на котором практически отдал всю жизнь. Конечно, приятно. Кроме того, в этот вечер почти два десятка работников компании получили почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства энергетики Российской Федерации. А также 11 человек удостоились самой главной корпоративной награды – звания «Почетный колейщик». Один из них – Сергей Гордеев, машинист горных выемочных машин, рудника 4-го Березняковского руда управления. Когда я первый раз пришел в шахту, конечно, меня это не то, что испугало, но мне это понравилось. И я как бы… Вот сейчас для меня работа – это одно удовольствие. Я люблю свою работу, без нее просто не знаю. Я больше на работе, чем дома. В Уралкалии чтят свои шахтерские традиции, поэтому почетными гостями мероприятия стали ветераны-горники. А финальным подарком для покорителей земных недр стало выступление известного певца и автора главной песни Уралкалия – Александра Маршала. Гимн компании слушали стоя. И когда мы не сможем забыть, Уралкали, и наш Уралкали, честь и слава рабочей судьбы. А поздравляют тех, кто каждый день выдает на гора тонны руды. Евгения Кокшарова и Сергей Александров. Новости на ТНТ. В субботу состоялась пресс-конференция с заслуженным артистом России Александром Маршалом. Певец признался, после своего выступления во Дворце культуры металлургов, понял – люди у нас особые. Откровение артиста в материале Екатерины Федоровой. С хорошим настроением, в отличной спортивной форме, голубоглазый мужчина, зашел в зал пресс-конференции. Заслуженный артист Российской Федерации, рок-музыкант, певец, бас-гитарист и автор песен. Начал общение с журналистами просто. Вспомнил детство отца. Именно он стал примером для подражания. Вот такие люди, как он, который выполнял свой долг и свое дело до конца на 100%. Надо сказать, он был летчик-инструктор военный, и он за всю свою деятельность не отчислил ни одного курсанта. Ни одного. Всех выпустил практически. У него есть и командиры полков, в последствии стали люди и космонавты, и летчики-испытатели. В свое время Александр два года проучился в летном военном училище. Пока не понял, что карьера летчика не для него. Хотел было пойти дорогой отца, да зову сердца, не прикажешь. Написал рапорт. Мы независимые люди, от нас ничего не зависит. Вот выбрал я эту карьеру свою, вот тем, кем я стал. Почему? Потому что, не потому что я решил себе, так, я военным не буду, буду-ка я музыкантом. Нифига подобного. Меня просто вот так за ухо вели. Говорит, надо внутренний голос, надо написать рапорт и уйти. Другой говорит внутренний голос, как так, ты чё? А как же, а как папа, а как мама? Да мама с ума сойдет. Музыкальная карьера началась с участия в одном из ресторанных коллективов. Там его заметил Стас Намин и началось. Группа «Парк Горького». Многочисленные гастроли, выступления, признания тысяч поклонников. Сейчас артисту 57 лет. За плечами жизнь, наполненная бесценным опытом. На пути к славе были и взлеты, и падения. Люди, которые всегда были рядом. Как признается артист, если бы обратить время вспять, попросил бы прощения у многих. Есть люди, которых я обидел. Я бы, конечно, вернулся, но этих людей уже нет. То есть я бы сейчас попросил бы у них прощения, но их нет. Я бы вернулся, чтобы извиниться, как-то попросить прощения. Ну, конечно, а потом в прошлом же и папа был молодой. Теперь его уже нет. И дедушка с бабушкой. И друзей много, которых уже нет. Как память и посты. Песни маршала у всех на слуху. Александр рассказывал, когда сочнял гимн «Уралкалия». А именно он, автор слов, пытался понять, что за профессия такая шахтер. От гимна мурашки по коже. Значит, все получилось. Екатерина Федорова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. В то время, когда Александр Маршал давал в Березняках интервью СМИ, в соседнем Соликамске с большим размахом отмечали День города. В этом году праздник с именинником разделила и компания «Уралкалий». В честь 80-летия российской калийной промышленности День города решено было объединить с празднованием Дня шахтера. О том, как это было, расскажет Екатерина Золотарева. Как только попадаешь на Воскресенскую площадь, сразу ощущаешь особую атмосферу. Первый взгляд падает на этих силачей, маленьких и больших, которые с рвением демонстрируют свои физические данные. Вес гири различный, от 2 кг до 32 кг. Мужчины поднимают, женщины, дети. Всем безумно нравится конкурс, потому что каждый участник получает в подарок жетон на мороженое, банданы и другие сувениры, которые нам предоставили организаторы сегодняшнего замечательного праздника. На своеобразной шахтерской площадке меряются не только в силе, но и фотографируются с бронзовой статуей шахтера, которая на самом деле не такая уж и бронзовая. А давно вы здесь сидите? Полтора часа. Вы устали еще? Устал. Ну, что делать, да, такая работа? А шахтеры никакие? Они крутые очень. А эта цветочная композиция в форме арбуза стала настоящим украшением площади. Кстати, арбузная тема, которая присутствовала на празднике, не случайна. Ведь эта ягода богата калием и магнием, важными микроэлементами, которые регулируют жизнедеятельность организма. Организаторы учли вкусы и возраст всех гостей, поэтому в этот день никто не скучает. Каждому нашлось занятие по душе. Площадка с конкурсами для детей и спортивная площадка, где проходят соревнования стрит-баскет, на которые, как и в Березняках в День города, средства выделил Уралкалий в рамках баскетбольного проекта. В этом году в Соликамске колейщики двух городов. И можно смело сказать, что это общий праздник. Не двойной, а даже тройной. Ведь именно в этом году отмечается еще и 80-летие колейной промышленности. Первый отечественный колейный комбинат появился именно здесь, на Соликамской земле. Всех колейщиков поздравляю с 80-летием российского калия и с наступающим Днем Шахтера крепкой кровли светлого неба. Дорогие жители, дорогие друзья и дорогие гости, поздравляю вас с этим праздником. Шахтеры, ура, спасибо вам. С праздником. Мы второй раз приехали. Мы вообще-то не из Соликамска, а из Черненского района. Мы приехали уже второй раз, потому что очень нравится здесь. Сейчас ждем выступление маршала. До выступления звезды российской эстрады остается еще несколько часов, как вдруг грянул ливень. Но горожанам и артистам это наоборот добавило адреналина. Атмосфера здесь стоит самая праздничная. И даже дождь, который шел полчаса, не испугал ни Соликамцев, ни его гостей города. Ну, вот, не все, и даже мы с оператором. Но здесь такая атмосфера, что хочется присутствовать и не хочется погибать это мероприятие. Со словами поздравлений на сцену поднялся генеральный директор компании «Уралкали» Дмитрий Осипов. 80 лет назад именно Соликамск стал колыбелью российской, тогда советской, калийной промышленности. Действительно, компания наша процветает. Нам, мы хотим поблагодарить наших ветеранов. И наша цель, конечно, передать компанию, процветающую, развивающуюся следующим поколениям. Музыкальным подарком для всех соликамцев и гостей города стало выступление Александра Маршала, автора гимна компании «Уралкалий». Кстати, именно с гимна «Уралкалий» исполнитель и начал свой концерт. С праздником, счастью вам, любви и самое главное, милого, милого, голого. Музыкальным подарком для всех соликамцев и гостей города. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды, а я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Музыкальный подарок. Прогноз погоды представляет. Климат-маркет технологии климата. Специальное предложение. Корейский газовый котел за 14 тысяч рублей. Технологии климата. Советский проспект 2. Левый пристрой к строймаркету «Аграснаб». Спонсор прогноза погоды – металлобаза «Альтаир». Металлопрокат, сайдинг и кровельные материалы в наличии и под заказ. Советский проспект 1Б. Телефон 201-162. Несмотря на рост атмосферного давления, близость фронтального раздела удержит в нашем регионе неустойчивую погоду с локальными кратковременными дождями, которые более вероятны на юге региона. 19 августа в Перми облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди – 21-23 градуса выше нуля. В Александровске переменная облачность без существенных осадков – плюс 20, плюс 22. В Губахе также переменная облачность без осадков – плюс 20, плюс 22. В Кизеле сохранится сухая погода, переменная облачность – 20-22 градуса тепла. В Соликамске переменная облачность без осадков – плюс 18, плюс 20 градусов. В Березняках 19 августа переменная облачность без существенных осадков – ночью 14-16 градусов со знаком «плюс», в дневные часы – 19-21 выше нуля. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – 2,7 метра в секунду. Во вторник солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Вы должны знать. Корейский газовый котел стоит 14 тысяч рублей. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина – Советский проспект 2. Территория Агроснаб. От арматуры до трубы. В Альтаире – все. Найдете вы. Для кровли, металлочерепица и водосток, чтобы в воде спуститься. Металл мы режем быстро и надежно. Доставить нам совсем не сложно. Система скидок – ничего себе! Ждем вас на Советском 1Б. Привет. У меня родители уехали. Хочешь, приезжай? Хорошо. Купить что-нибудь? Машину купи в Фаэтоне. Фаэтон предлагает для вас широкий модельный ряд поддержанных автомобилей по низким ценам. Фаэтон. Ломоносова, 98. За бизнес-центром ФОБОС. Ого! Ого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова